А вы уверены, что вы правильно ухаживаете за своим лицом и не совершаете хотя бы одну из тех самых ошибок, которые приводят к преждевременному старению, а также высыпаниям и другим проблемам? Сегодня в выпуске мы разберем самые частые ошибки в уходе за лицом. Меня зовут Яна Батуева, я основательница клиники красоты и здоровья Дарьян, практикующая врач-косметолог, дерматолог и трихолог. Подписывайтесь на канал, садитесь поудобнее и давайте начинать. Самая распространенная ошибка – это недостаточное очищение кожи. Если мы не очищаем кожу ежедневно, а некоторым людям даже необходимо делать дважды в день, тогда роговые чешуйки остаются на коже и самостоятельно не сшелушиваются. Особенно такое бывает при гиперкератозе. Это может привести к тому, что закупориваются выходные отверстия сальных желез и могут образовываться воспаления, особенно на коже, которая к этому склонна. Поэтому обязательно нужно очищать кожу утром и вечером. Какие средства для этого использовать? Лучше спросить это у своего врача-косметолога. Он обязательно подберет правильные средства, которые подходят вам по вашему типу кожи и составу. Ошибка номер два. Использовать агрессивные или неподходящие типы кожи средства. Если кожа склонна к избыточному выделению кожного сала, то она жирнится. Те, у кого жирная или комбинированная кожа, наверняка подтвердят, что к обеду лицо становится похожим на блинчик. Как раз таки в стремлении убрать это кожное сало, мы начинаем использовать очень агрессивное средство, которое очищает кожу аж до скрипа. Но, к сожалению, эффект получается обратно. То есть сначала лицо становится действительно чистым, но со временем мы замечаем, что кожа становится чувствительной и сухой. Все потому, что вместе с вот этим агрессивным очищением убирается липидный слой кожи. Это защитный слой, который ни в коем случае нельзя травмировать. Потому что он защищает кожу, в том числе от ультрафиолетовых излучений. И второе, когда кожу очень тщательно очищают, она может выделять дополнительное кожное сало. Для того, чтобы скомпенсировать ущерб, нанесенный неправильными средствами. Ошибка номер три. Недостаточное увлажнение кожи. Если после умывания простой водой без использования средств, вы чувствуете, что кожу стянуло, это терпеть нельзя. Это значит, что у вас есть недостаточность липидного слоя. В этом случае ваша кожа обезвожена и вам нужно использовать крем. А если после нанесения крема ощущение стянутости не проходит, я бы рекомендовала использовать дополнительные увлажняющие сыворотки. Обязательно расскажите об этих симптомах вашему косметологу. И попросите для вас подобрать правильный уход. А если у вас нет постоянного косметолога, приходите к нам в клинику Дарьян и мы обязательно вам поможем. Ошибка номер четыре. Забывать про солнцезащитные средства. Казалось бы, мы живем с вами в средней полосе и у нас не так много солнечных дней. Но это очень частое заблуждение. Несмотря на пасмурную погоду, солнечные лучи все равно попадают на кожу. И если кожа не защищена, вы подвергаетесь фотостарению. Поэтому всегда нужно использовать СПФ. А еще помимо использования солнцезащитных средств, использовать антиоксидантные сыворотки. Это будет дополнительный фактор защиты. Ошибка номер пять. Чрезмерное использование уходовых средств. Запомните, здесь не подходят правила, чем больше, тем лучше. Это касается и количества нанесенного продукта. Не нужно наносить все крема из всех баночек. Не нужно наносить сразу половину тюбика крема. От этого эффекта лучше не будет. Этим вы можете добиться обратного эффекта. И ваша кожа будет испорчена. Одна-две горошины крема будет достаточно, чтобы напитать вашу кожу. И при этом вы ее не переносите. Ошибка номер шесть. Не смывать макияж перед сном. Признайтесь, бывало такое, что после вечеринки было лень снять макияж. И вы просто падали в кровать и засыпали. На самом деле это не очень полезная привычка, которая может привести к очень неприятным последствиям. Под косметикой, оставленной на долгое время, на коже создается среда для размножения бактерий. Закупориваются вводные протоки сальных желез. Создается аэробная среда, и это может все привести к воспалению. Особенно внимательно нужно относиться людям, коже которых склонны к высыпаниям и какну. Ошибка номер семь. Одна из самых неочевидных и тяжело контролируемых. И прежде чем я расскажу, ставьте лайк под видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски. И эта ошибка – частое касание лица руками. Это может сформировать образование бактериальной инфекции. Если у вас есть какие-то раны, царапины, или, как мы любим, самостоятельное выдавливание прыщей, то в этом случае надо четко себя контролировать. Иначе мы можем вызвать очень сильное воспаление. Если у вас на лице нет никаких повреждений, но все равно руками лицо лучше часто не трогать. Как бы часто мы не обрабатывали руки антисептиком, все равно они не стерильны. Ошибка номер восемь. И избыточное скрабирование кожи. Я не раз слышала такое мнение, что скрабы – это очень классно. Они обновляют нашу кожу и делают ее намного чище. На самом деле, скраб можно использовать далеко не всем. Для людей с не очень чувствительной кожей этот вариант подойдет. И то, если делать скрабы без фанатизма. А вот если у вас есть покраснение на лице, если кожа очень чувствительная, или есть ли у вас розация, купероз, есть воспаление на лице, тогда скрабами пользоваться нельзя. Потому что это может усилить раздражительность кожи и ее чувствительность. В случае, если есть гнойное воспаление акне, то это вообще может спровоцировать еще большее распространение. Поэтому сначала подумайте, прежде чем скрабировать свое лицо. Ошибка номер девять. Недостаточное питание и уход за кожей вокруг глаз. Кожа вокруг глаз намного тоньше, чем в остальных местах. И поэтому она требует отдельного ухода, которым не стоит пренебрегать. Иначе у вас раньше начнутся мелкие морщинки. Но важно учесть, если вы склонны к отекам, то лучше использовать средства с лимфодренажным действием. Ну и, конечно же, подбор средств лучше доверить специалистам. Ошибка номер десять. Казалось бы, самое очевидное, но, к сожалению, нет. Использование косметики с просроченным сроком годности. Лично я запрещаю своим пациентам использовать такую косметику. Если срок годности истек, то мы выкидываем такую косметику и покупаем новую. Если этот крем с открытым доступом, то их срок годности в среднем полгода. Если это средства с дозатором или с распылителем, то их срок годности обычно подольше, в районе 12 месяцев. Все же знают, как определять срок годности у косметики. На упаковке каждого средства нарисована такая баночка, на которой указывается срок использования продукта после вскрытия. И последняя по счету ошибка, но не по значимости. Игнорирование тоника. Да, действительно, использование тоника обязательно не для всех. Кто-то спокойно может обходиться без него. Но для начала давайте разберемся, зачем он нужен. Тоник необходим для восстановления PH кожи после того, как мы используем очищающие средства. И, соответственно, это уменьшает количество воспалений на лице. Также есть тоники, которые обладают узконаправленными свойствами. Например, тоник с ромашкой обладает успокаивающим действием. Это хорошо для кожи с куперозом, а также для кожи, склонных к комедонам. Это помогает размягчить содержимое пор. А также есть тоники, содержащие кислоты. Они подойдут для кожи, склонных к акне, если сильно выражен гиперкератоз. На этом, пожалуй, мы закончим этот выпуск. Надеюсь, вам было полезно и вы узнали что-то для себя новое. Обязательно пишите в комментарии, сколько и каких ошибок совершаете вы. Если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях. Я обязательно на все отвечу. С вами была Яна Батуева. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!